Да, я понимаю, да, но я, может быть, что-то такое спрашиваю, что вы нам не сказали. Я так понимаю, вы первые, кто видели это все, это все, это все гиперестикло, да, вот в таком состоянии, которое... Я его сканировал, все это. Это у меня Надежда Борисовна дала, я все сканировал. Ну, не совсем все, там у них очень большие негативы есть, которые... Слать приставка очень слабая, не получилось вообще, и на самом деле их намного больше. То есть вот здесь я не знаю сколько, десятков, три-четыре, наверное, да, А там намного больше сотни, сотни-две, наверное. Кроме того, что касается земли, вот он был помощником оператора, ассистентом-оператором. Не только рабочие моменты съемки, там есть еще очень интересная вещь. Например, у него есть, как это называется, фотопроба. Например, сидят такие крестьянского вида мужики, такие молодицы, и щупают его за грудь держат. Причем разные, разные ребята и разные девки. Они просто их подбирали по парам, кто к кому подойдет, сидит так, в руку за пазуху ей засунул, и вот где кифа не таращит. То есть целую серию можно было бы здесь стеночку повесить. Там очень много, в общем, интересного. Ну и потом, я вот не видел, здесь есть деда демонстрация, по-моему, какая-то после революции. Да, есть там наверху. Ну одна, но у него такого типа тоже довольно. Ну я вот видела подборка фотографий, такая, она как бы социального здесь минимума. Он же не показывает какой-то нищеты и ужасы такого, да? Или это просто вот так вот сложилось, или есть там страшное что-то на этих фотографиях. Есть какая-то нота такая, вот, да, последняя сорочинская ярмарка перед коллективизацией, да? Больше ничего этого у людей скоро совсем не будет. Пройдет год, и они будут пухнуть за голову, да, это вот последний год. Я не совсем понимаю, вы, вас интересует, чувствовал ли он, что это все будет? Нет, 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 вы видели эти негативы, есть там что-то такое страшное там, или вот все так, нет, все так. Нет, ну сорочинская ярмарка здесь представлена как раз довольно полно, там около трех десятков, а здесь видите, раз, два, три, четыре, здесь их много. Вот какое впечатление у вас от этого остается? Примерно такое и вот просмотр этих позитивов или негативов, я уже не помню, осталось. На самом деле, наверное, предвосхищения какого-то ужаса у него нет. Потому что этих дисков, двадцать девятый год, на самом деле, никто еще тогда не знал, что было на следующий год. А это еще НЭП, а во времена НЭПа в двадцать девятом году, то есть намного легче, чем тому же после, уже в двадцатом или в двадцать первом, когда были просто страшные годы, когда могли расстрелять и белый, и красный, и дубы, и он с голоду пух, когда в Одессу попал и прочее. А сейчас он... Нет, мне кажется, он... Понимаете, в чем дело? Художнику, по-моему, никогда нет дела до того, что происходит с окружающими людьми. И по большому счету, наверное, даже с близкими людьми, и даже с ним самим. Ему главное кадр выстроить. Это такая специфика, мне кажется, любого творца. Он совершенствует свой язык. В общем-то, когда говорят, искусство или искусство, это же когда-то словосочетание, которое когда-то объявили ругательным. А ничего ругательного тут нет. Какой смысл искусства? Для чего искусство делает? Да, у него может быть, конечно, и воспитательная какая-то функция, например, назидательная, дидактическая, познавательная. Есть же такое понятие, вернее, представление, что мир... Сейчас я до этого тоже знаю, что мы можем мир постигать с помощью анализа, синтеза, каких-то логики, а можем через образы. Искусство имеет много функций. Но, наверное, главная его все-таки функция доставлять эстетическое наслаждение. Что бы мы ни вкладывали в эти слова. Поэтому любому художнику, ему линия, краска, композиция гораздо важнее. Вот тот же Куликович Виталий Николаевич, кстати, замечательный рисовальщик, может быть, и лучший из ныне живущих на Украине рисовальщиков. У него, когда он портретирует кого-то, портретное сходство у него есть. Ну, он никогда не является самоцелью у него, потому что он не является портретистом, который на заказ пишет похожие, не облагороженные, привязанные картинки. Он решает свои художественные задачи, пользуясь тобой, как материалом. То же самое, мне кажется, и здесь будет. Мы так посчитали, нам сказала Надежда Борисовна, что она ребенок в 50-х годах. То есть у Бориса Васильевича появился ребенок в 50 лет? Да. Такая вот... все ему было не до семью, как бы не до личной жизни? Не знаю. Дело в том, что я же его фактически не знал. Да, он мне дал когда-то, мне повезло, что он дал мне вот это большое интервью. Действительно, повезло мне чрезвычайно, потому что он никого не подпускал к себе. Мне просто повезло, и я его расколол, если можно воспользоваться кинфону, только благодаря Хлебникову. Он с огромным пилитетом относился к Хлебникову. Вот он его строчки знал, все на память, он их цитировал. Когда он их цитировал, он по-другому говорил, у него чуть ли даже голос не менялся. Видно Хлебников как личность во время общения, вот этого многомесячного, произвел на него такое впечатление, которое не сгладилось на протяжении всей его жизни. Вот, и поэтому, извините, я сбился уже. Да, я тоже ушла. Спасибо.